Федор Николаевич, футболисты навряд ли сегодня легко уснут. Как тренеру спится после таких матчей? Прокручиваются ли многочисленные эпизоды в голове? Остаются ли какие-то эмоции еще? Это часть профессии. В какой-то момент нужно отключать эмоции и включать разум. Посмотрим игру, разберем эпизоды, которые привели к пропущенным головам. Будем двигаться, будем работать дальше. Тут случай, когда забили три, казалось бы, но этого не хватило даже для того, чтобы одно очко набрать. Можно ли сказать, что команда в обороне сегодня провалилась? И что послужило тому причиной? Кроме пропущенных были еще моменты, были еще каркасы и был еще пенальти не забитый. Могу сказать, по горячим следам, три забили. Причем после каждого забитого гола, когда мы сравнивали, тут же получается пропускали. Какая-то расслабленность и потеря концентрации в эти моменты. Надо разбирать, надо смотреть конкретные эпизоды. Да, соперник, можно сказать, где-то повезло, они очень здорово исполнили. Исполнительское мастерство было неплохое с их стороны. Опять же говорю, нужно разбирать, нужно смотреть, проанализировать все с холодной головой и потом принимать решения. К вопросу реализации, все-таки контроль мяча был практически весь матч за крыльями и моментов больше создали крылья. Есть ли, может быть, такой фактор, что футболисты чувствовали, что мы еще создадим, мы еще подойдем, мы забьем в конце концов? И сыграло ли это злую шутку немножко с командой? Потому что сегодня, да, три забили, но могли и обязаны были забивать гораздо больше. Да, конечно, да, при том условии, что мы создавали, могу согласиться с вами, да, то, что была такая небольшая расслабленность и в перерыве было сказано об этом, да, то есть вышли и быстро забили, то есть, да, казалось бы, да, продолжать, нужно продолжать увеличивать, то есть и ребятам было это сказано даже во время игры, то есть нужно дальше создавать еще больше моментов, еще больше шансов для того, чтобы забить гол, но, к сожалению, не получилось, не получилось, опять же, то есть нужно вот разбираться с этим, с этим моментом. Спасибо. Спасибо. Алексей Кузнецов, главный тренер команды Волк-Ульяновск. Алексей Александрович, поздравляем вас с победой. Спасибо. Для болельщиков и для футболистов эмоционально, да, очень такую игру интересно смотреть, интересно переживать. Для тренера, наверное, головная боль страшная. Насколько вы, понятно, что довольны результатом победы на выезде, насколько вы довольны тем, что вы увидели на футбольном поле с точки зрения содержания игры, которая еще без середины поля шла практически? Ну, ребята молодцы, хорошо играли, в принципе, кланную игру выполняли, там есть определенные недочеты, есть ошибки, но без этого никуда, это футбол, ребята учатся, и мы потом смотрим и разбираем их, стараемся исправлять. Вот, в общем-то, все складывалось так, как мы примерно запланировали. Вот, если смотреть на статистику, Волга не самая забивающая команда в лиге. Сегодня реализация была очень хорошая, но если не считать незабитого пенальти, очень много, высокий процент моментов удалось реализовать, которые создали. Это, вот, обстоятельства так сложились, или вы видите динамику в этом вопросе, и прогресс уже по ходу турнира? Ну, мы работаем над этим, над завершением, над атакой. Работаем, я думаю, что это результат закономерный. Готовись ли как-то к сопернику? Команда Кулисоветов высоко идет, сейчас нет проблемы смотреть матчи. Казалось, что самарцы были несколько обескуражены действиями именно у Волги, то есть какие-то сюрпризы и подсоперников в том числе были. Ну, смотрим, разбираем, готовимся, конечно. Ребятам некоторые моменты показываем, тем более, как вы говорите, сейчас проблем нет с этим. Ну, и ребята вышли предельно мотивированные, конечно. У нас там проигрышная серия трехматчевая. Хотелось очень выиграть, набрать очки. Вот, когда команду готовили, вы ее как-то мотивировали, накачивали эмоционально, или наоборот старались не передавить, что называется, понимая, что футболисты и так будут думать о результате и себя подкрёстывать? Да, ну, как бы мотивировать-то нет смысла, такой соперник и по турнирной таблице, и громкое имя, вот, как бы нет особо смысла мотивировать. Наоборот, старались как-то, чтобы ребята не перегорели, что ли, чтобы вышли с холодной головой, так скажем, вот, и выполняли установку тренера в первую очередь, чего, в принципе, нам удалось. Спасибо большое. Хотелось бы, да, поздравить и ребят, и поблагодарить родителей за большую такую поддержку, они организовали выезд. Вот, очень большое спасибо. Спасибо.